Привет! День номер три. Я как в психушке в какой-то. Приближать не надо. Приближать не надо. Я сегодня выгляжу одета так же, как вчера. Эта одежда у меня... Сейчас удобная для меня. На башке у меня трэш. Сейчас я достану свой выпрямитель. И буду выпрямлять волосы. Потому что сейчас я поеду на фотосессию. Сегодняшний утро-день был очень долгий. Сейчас придёт Настя. Зайдёт, потому что она уже приехала. Она откуда-то ехала. А мы с ней тоже раньше жили на одном районе. Потом она съехала в центр. Поближе. Сейчас она приедет сюда на район, где я живу. Мы с ней вместе поедем в фотостудию. Она меня пофоткает. Можете увидеть вот эту гору вещей, в которых Вивьена сейчас копошится. Это то, что я беру с собой. Я сейчас смотрю, что со стороны всё чёрно-белое. Короче, походу всё-таки я поеду в Турцию. Я вчера вам сказала, что не поеду никуда. Боже, погода просто отвратительная. Ещё у меня ужасная ленька. Опять. Началась. На самом деле бывает такое, что капсула повредилась. Начинают волосы прям вылезать из этой капсулы. Тороплюсь. Зая, в туалетке чё? Нет, терпи. Зая, что это за рабство такое, которое не оплачивается? В смысле, я тебе поцелуй дам? Подарю поцелуй. Просто подари мне один только. Сегодня влог начинается вместе с Настей и Фет. Подписывайтесь на неё в Инстаграме, потому что она классный фотограф, классная девчонка. Я, кстати, сегодня пыталась вспомнить, как мы с тобой познакомились. У нас была первая съёмка, там была моя стилистка Сабина. Эля Булочка. У меня белая студия с красивым декором. Мы там познакомились. Я помню. Погода просто отвратительная. Мокрая, сырая. Короче, мы приехали в студию. Сейчас ждём лид, чтобы подняться и всё такое. И на проходной у меня постоянно какие-то проблемы с моей фамилией, потому что её то неправильно записали, то вообще не записали, то такой нет. Короче, сейчас еле прошли, вообще не хотели пускать, потому что фамилия-то у меня сложная для русских людей. Она очень непонятная, поэтому мне всегда приходится по буквам просто её проговаривать. Надоело. Ну вот, так что сейчас ждём лид. Пора менять фамилию. Да-да-да. Вчера мне прислали вот такую рубашку Карлу. Лагерпел. В общем, там у них проект. Один запускается. И сделаю сегодня фотографию в этой рубашке, она правда мятая. Так, да, давайте посмотрим вообще, что в зале. Очень красиво, мне нравится. Даже вот здесь можно встать. Встает? Нет. Во, да. Прикольно тут. Вот, кстати, знаешь, даже вот так вот встать, вот здесь, смотри. Красиво. Сейчас, короче, подумаем. Ну, мне понравилось то, что он такой, типа, простой, знаешь, с какими-то элементами декора. Цветочки есть. Да даже просто на обычной стене. Вот такой будет красиво. Всякие портреты поделать. Итак, ребят, в общем, мы поснимали в студии. Я забыла совсем почему-то снимать. Но мы, на самом деле, очень быстро пофоткали, наверное, за час. Хотя студию я бронировала на два часа, но нам хватило одного часа. Короче, рассказываю. Мы с Настей пофоткались и решили съездить до торгового центра Атриума, потому что, короче, ей надо было заскочить, мне надо было. И ей тут рядом с метро, ну, короче, удобно будет потом до дома добираться. В общем, мы с ней там разминулись в Атриуме. И я, получается, пошла на парковку в машину. Она там дальше будет что-то по своим делам мотаться. Я, короче, иду к выходу на парковку. Иду просто достаточно быстро, потому что, ну, я не люблю одна гулять. Иду такая, я вообще быстро всегда хожу, но не суть. И в телефоне, короче, просто что-то там, просто страницы, типа, закрываю. Иду уже, подхожу к входу на парковку. И кто-то мне сзади берет и вот здесь вот делает, типа, щекотки. Знаете, вот так вот, типа, я испугалась, и я такая, господи, блядь. Вот я прямо вот так отреагировала. Я, короче, поворачиваюсь. Какой-то парень, просто какой-то парень. Такой говорит, вот я подошел и решил проверить, типа, боишься ты щекотки или нет. Я вообще не поняла прикола. Я такая, вот так вот сделала, типа, руками отвела. Знаете, типа, господи, а уже уйди ты нахрен. Что за дебил? Я просто дальше опять иду к парковке. Он меня догоняет и такой мне говорит, типа, а что ты так бежишь, что ты так бежишь? Я говорю, извините, мы сами не знакомы. Он такой, так вот я поэтому и подошел, типа. Я все, я просто захожу в лифт, уезжаю, думаю, ё-моё, господи, что это за человек такой? Маса, я тебя не знаю. Просто, что за ужас реально? Он, типа, думает, что это смешно, это как-то весело, это, типа, как-то клево. Я потом приеду домой и буду думать, вау, ко мне сегодня вот парень подходил, пощекотать меня думал. Или он что думал, типа, со мной как-то так познакомиться? Ну, это же вообще тупо. Какой-то наглый вообще чувак, охеревший. Я даже по-другому не могу сказать. Вот знаете, с одной стороны, я, ну, может показаться, что как будто бы я плохо отношусь ко всем парням, которые ко мне, типа, как-то подходят, как-то подкатывают, что-то мне говорят, потому что я как-то в сторис, ну, говорила на тему того, что меня бесит, когда мне из машины кто-то кричит, типа, ай, красивая! Вот что-то такое. Знаете, меня это бесит, потому что для меня это неприятно. Просто, видимо, так выходит, что ко мне подкатывают какие-то неадекватные парни. Я даже не знаю, что это было. Может, в его понимании это был не подкат, а просто он хотел прикольнуться, но это даже не смешно. Меня человек напугал, просто показал мне то, насколько он, не то чтобы там невоспитанный даже, я про это не говорю, а просто бестактный какой-то. Мы с ним не знакомы и позволяют себе такие вещи, но для меня это ненормально. Ну, короче, мне это было неприятно, я уж, конечно, не буду сейчас сидеть там что-то переживать, мне пофиг вообще, да? Ну, было и было, чувак, ну, ненормальный, ну, встречаются такие, бывает, ну, блин, я не понимаю, зачем. Это же даже не смешно. Да даже если бы он не сказал, девушка у вас упала, даже это было бы забавней. Ну, короче, реально, я просто не люблю, когда меня люди вот так вот пугают, тупо. В общем, ладно, я сейчас поеду домой, потому что я еще сегодня толком даже ничего не снимала для вас нормального. У меня была съемка, но на фотосессии мы быстро пофоткали, сегодня я буду обрабатывать фотки, надеюсь, Настя мне все сегодня пришлет и покажу вам, что получилось. Может, там где-то что-то до и после покажу, потому что, ну, фотошоп, все дела. В общем, ладно, я поехала домой. Я очень люблю повздыхать. Когда монтирую влог, мне кажется, что я могу из одних своих вот этих вздохов просто нарезать 15-минутный ролик. Сейчас приеду домой, даже не знаю, честно говоря, чем заняться. Я каждый день думаю о том, что очень хочу сходить в кино, давно не была в кино, но когда стоит выбор, между тем пойти в кино либо поиграть в PlayStation, в игру, которая мне очень нравится, я просто вчера Славя говорю, ну что, типа новую миссию будем выполнять. Он говорит, какой спать? А я понимаю, что да, это правда. Я такая, ну все, что ты тогда что-то там делаешь, мог сразу сказать. У меня сразу... Ну, короче, все эти игры, это, конечно, тоже... Ну, знаете, помимо игр, просто я, получается, сейчас заменила просмотр каких-то фильмов перед сном, сериалов, кинотеатр PlayStation. То есть, по факту я это как бы так и так там тратила свое дорогоценнейшее время на... Можно назвать это каким-то бездельем, но приятно проведенным временем для меня, потому что... Ну, это, знаете, для души. Мне реально иногда хочется там поиграть. Мне завтра будут делать чистку зубов. Вообще-то надо каждые полгода делать. Я, наверное, реже это делаю. Я просто так уже устала от стоматологов, от зубных врачей. Меня это преследует очень давно, просто с самого детства, всю мою жизнь я постоянно по зубным врачам, но могу вам так сказать, у меня ни одного там нет плохого какого-то зуба, типа с кариесом, все такое, ну, то есть... Потому что я практически живу у стоматологов, так как у меня всю жизнь были проблемы с зубами, в плане того, что они кривые, неправильный прикус. Из-за этого я часто очень к зубным врачам ходила. Сегодня я хотя бы чувствую себя нормально, потому что вчера у меня вообще было ужасное состояние. Мне хотелось просто вырубиться на ходу. Вот даже мы вчера сидели в ресторане, кушали, я засыпала просто, потом монтировала, тоже тяжело засыпала. Но как только я закончила монтаж, и мы начали играть в PlayStation, сразу я сразу стала бодрой. Вот так. Это я прям как Вивьена моя. Кстати, если говорить о знаках зодиака, Вивьена стрелец. В моем знаке козерог, очень много от стрельца. И я очень рада. Вивьена мне очень нравится, мы с ней очень похожи, наверное, может еще поэтому. Наверное, странно, но, блин, я в это верю, ведь действительно характер у собаки тоже может быть. Знаете, вот многие люди не задумываются о таких вещах, когда берут собаку. У собак тоже, конечно же, разный характер бывает, поведение. Я думаю, это все связано и играет большую роль. Ура, место! Вот я уже дома с вельминей собачкой. Очень маленький. Я чуть дуба не дал. Дуба не дал. Настолько холодно, вообще нереально. Делаешь чай, он через минуты-две уже холодный. Итак, рассказываю Вивьену подкрывать кость упала. Вон она, видите? И она напугала нас и себя напугала. Ну и чё? Как же кость? Кто тебе кость-то достанет? Кто же достанет кость? Как она туда упала, Вивь? Ладно, смотри, что мама сейчас сделает. Руку главное не сломать. Всё. Слушай. Всё. 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 Ну на уже, господи, на, бери, на, так же я вам. Вивена Герцегиня, скажите, какие у вас эмоции? Испугалась? В общем, так говоря, мы пришли в ресторан, который находится рядом с нашим домом. Да, день сурка. Но мы сюда часто ходим, потому что нам тут нравится ужинать. Вкусно, рядом с домом. Ну и, в принципе, атмосферненько, потому что мы такие выходим на улицу вдвоем, идем по морозу, осень, все такое. Нам только по переходу надо пройти, и все, и мы уже в ресторане. Поэтому сейчас покушаем, я почитаю ваши комментарии, то, что вы пишете мне под вторым блогом, получается. Девочка пишет, на самом деле все, что было сказано насчет знаков зодиака, так вот это все ерунда. Как воспитаешь ребенка, таким он и будет. И плюс еще дело генетики. Это дело в том, что я, например, убеждена и уверена, я знаю на 100%, что дело не только в воспитании. Конечно, воспитание, генетика, все это играет большую роль, но для меня это, знаете, 50 на 50. Другая девочка пишет, что, божечки, так приятно слышать, что хоть кто-то верит в зодиака и все прочее, как я. Да, я верю. Обожаю читать ваши комментарии, особенно кто-то сегодня написал, что мы уже настолько родные, что как будто бы вот я приходила к маме в гости, и девочка пишет, что как будто бы мы с тобой вместе, как подружки, пришли к твоей маме в гости, Санька уже вырос, все такое. Кто-то пишет, зачем покупать тогда цветы, если за ними не хочешь ухаживать, тогда уж кактус бери, да и все. Мне не очень нравятся кактусы, я люблю пальмы, и я не знаю, из-за чего именно она так согнулась. Может быть, реально из-за того, что просто я ее закрыла, и воздуха я не даю. Вот, а еще хочу сказать, что я недавно в сториз у одной девушки, на которой я подписана, увидела такую фигню, что якобы кактусы отгоняют мужиков. Это, знаете, как во что-то верить, там, то, что черный кот дорогу перейдет, и все, как бы, кипец, кошка перебежала, значит, это плохая примета. Ну, также, типа, кактусы дома хранить и вообще держать кактусы, особенно женщин дома, это, типа, плохая примета, что там с мужчинами будет плохо, и мужика себе не найдешь. Вот, и кто-то там этой девушке отвечал на ее историю про кактусы, что вот, это правда, у меня дома было много кактусов, потом я узнала эту информацию, все кактусы выкинула и сразу вышла замуж. Ну, конечно, знаете, таких историй миллион, но у меня, как бы, есть парень, поэтому я могу хоть миллион кактусов дома поставить, но я просто не люблю кактусы, мне пофиг на эти кактусы. У тебя есть парень? У меня есть парень. Кто это? Ну, он еще не пришел. Также пишут, что характер в знаке Зодиака зависит не только от месяца, но и от числа, в который родился. Да, я согласна полностью, особенно если говорить про натальную карту, в которой очень многое зависит от времени, в которое ты родился, поэтому и от места, кстати, знаете, тоже очень большую роль играет. Просто даже в интернете не берите натальная карта, там, получается, вам нужно записать, где вы родились. Ну, например, я в Москве родилась. Хотя, да, я родилась в Москве. Я просто вспомнила, что меня крестили в Подмосковье зачем-то. Ну, ладно. Родилась в Москве, а потом, получается, полную дату рождения, 28 декабря у меня, ну, 28-12, 97. И нужно обязательно написать время, в которое вы родились. Короче, я родилась поздно ночью, точно время говорить не буду. Считаю, что это конфиденциальная информация, но, короче, от мелочей всяких все это зависит. Точнее мелочи, время, в которое ты родился, очень важно. Очень большую роль играет. Расскажи про отношения, как надо себя вести с парнями, живя вместе. О чем говорить, о чем нельзя, как завязывать первые отношения. По-наглому говорите, не слушайте, не отвечайте взаимностью, перебивайте. Как вести себя с парнями? Не знаю, как именно с парнями. Я в своей жизни, было у меня такое, что я живу только с одним парнем. С парнями я не жила. Что это получается, да, гарем. Любить друг друга, там, взаимпонимание. Все такое. Не знаю, как с этими парнями жить. Такие они сложные. Сегодня с Настей только болтали, обсуждали парней своих. Я говорю, твой такой? Она говорит, да, мой такой. Она говорит, а твой такой? Я говорю, да, такой же. В смысле такой же? Ну, мы там болтали по поводу того, что вы что-то себе там приготовите и оставите. Поел тарелку, оставил. Ну, такие потовухи. Ну, это ничего страшного. Ну, Слава, у меня хороший. Так я хороший или я не убираю? Хороший. Ты уж определись, потому что с Настей ты такое одно говоришь, сейчас ты другое говоришь. Да, я за спиной тебя гадостями обливаю. Ты двуличная просто. Не знаю, ну это неправда, я не двуличная. Да, точно, стопудово. Двуличный человек тебе никогда не скажет, что я за твоей спиной тебя гадостями обсираю. Ничего я тебе не обсираю. Может, ты просто честная, но уличная. Может. Не знаю. Короче, я тебя люблю, это самое главное. Я тебя люблю. Если бы ты, например, свои носки какие-то, вот что, знаете, как обычно говорят мужчины, типа носки разбрасывать, Слава не разбрасывает носки. У меня есть определенное место. У Славы есть определенная зоначка. Которая Юля не видит. Я не вижу это место, но я знаю его существование. Существование этого места, где Слава хранит свои носки. И это не в шкафу. Но это забавно, на самом деле. Я, кстати, тоже там носки храню. И ужасно, ты просто тоже не видишь. Поэтому мы друг к другу стоим, но нет. Извини, а в одном и том же месте? Нет. А, кстати, я сегодня в кровати носок твой нашла. Вивьена притащила. Вот это вот, знаете, когда маленькая собачка, это жесть. Потому что все, что валяется на полу, все находится у тебя в кровати. Она все приносит. Такая молодежная. Тапки только не приносит. Собственность. Носки тебе на, папа, на подушку носок. Так что да. Ну как, как, блин. Все люди же разные. Тут тоже не угадаешь и все такое. В любом случае это все опыт. Даже, знаете, что советовать. Нечего советовать. Я, ну, нет. Советы раздавать. Потому что я знаю, что ты человеку скажешь, вот, если ты так, грубо говоря, будешь стараться себя вести, все у тебя будет там лучше. Но у всех же по-разному. И человек, который рядом с вами, тоже другой. Поэтому не знаю. Все это дело опыт. Я на своем собственном опыте все узнаю в своей жизни. Несмотря на то, что у меня есть близкие, которые могут мне что-то подсказать. Но, как говорится, на своем опыте только учишься. Ну, как говорится. Так по факту и есть. Так что мы, короче, кушаем салат. Заказали так же, как обычно. Слава котлету с пюре. Я шашлык. С рисом. Смотри на свою прическу. У меня как одуванчик. Да, это жестко. Да, это жестко. Да, мне потому что я просто голову помыл. И шапку наделал. Я надел шапку и все. И мне ужасно. Ты мне спичнюля. Ты мой джимми не трон. Ладно, все, не снимай. Постоянно котлеты ест. А я мясо. Поэтому я такая сильная. И рис. Поэтому я такая худая. Да, и он постоянно это делает. Мы даже ругаемся иногда. Терпи. Терпила. Ладно, я тебя люблю, ты мой мужчина, кушай. Тебе нужно больше кушать. Да, ты просто терпила. Я сейчас в тебя ножом запольну. Зайчик. Кстати, вы знали, что это наш ресторан? Да. Да. Ну, посмотри, он пустой, чисто наш. Ну, здесь вкусно, реально. Самый вкусный шашлык, который я ела в Москве, здесь. И рис. Просто я не знаю, как они это делают, но это такое невероятное сочетание. Просто сейчас все сидят с линями, обливаются. Да ты просто привыкла. В смысле? Ну, еда неплохая, но ты просто привыкла на ет. А еще это здесь реально прям не отходят. Нет, ты понимаешь, приготовить шашлык можно абсолютно по-разному. Можно хорошее мясо приготовить так, что это жрать невозможно будет. Вот мы домой даже заказывали шашлык, он был отвратительный, рис отвратительный. Да нет, я тебе говорю, даже само мясо. Я выпила бокал вина, и это была моя грубейшая ошибка, потому что из-за осени, осенних андры, состояния квашеной капусты, и мне абсолютно не хочется ничего делать. Чего уж там по поводу уборки и монтажа, о чем? Я хочу просто лечь и играть в Borderlands 3. Ты даже выговорить это не можешь. Borderlands. По буквам. B-O-R-D-E. Borderlands. Ура, справилась с мим-заданием. Оп. Ладно. Так вот, 20 минут в год, и они же пошли, они же пошли, они же пошли. Мима, закрутилась. Мы сейчас не будем с вами, типа, пыль там протирать, полы мыть, не-не-не-не-не. Это и так я недавно делала, и сделаю это потом, может быть, завтра. Сейчас нам просто нужно разобрать хлам, положить все на свои места и разложить вещи, которые у меня здесь лежат. И еще разложить вещи в шкафу, ну и понятно, просто порядок навести. Это что за тут футбол кричит? Это твое? Да, это из спортзала. Оно вонючее? Ну, понюхай. А ваша футболка ничем не пахнет? Где ты был? Бегал. А почему футболка совсем сухая и ничем не пахнет? Типа того. Блин, у меня там в шкафчике жестко. Это сейчас мы все ее будем убирать. Не хочу, чтобы смотрели в мой шкафчик. Оставь, мне тоже жестко. Не хочу. Люди, должны видеть до и после. Что, стыдно? Стыдно? В шкафчике своем он не разбирается. Не хочет он. А, мелочь моя не трогай, а? Мелочь пузатая. Ты достал. Я не достал. Просто поаккуратнее с деньгами. А, не, я понимаю, что с деньгами как бы не проблема, но все равно деньги надо уважать. Я уважаю деньги, а они уважают меня. Сначала мы все вываливаем, а потом мы все складываем. Несмотря на милая личка. Старость и радость мои хорошие. Такой гимнастикой я занимаюсь. Ой, шкафу места нет уже для вещей этих бесконечных. Ой, вольные тупики, которые я, кстати, сегодня на фотосессии так и не использовала. Блин, мне так лень в последнее время фоткаться, что я просто схожу с ума. А тебе одобрили список в Турцию? Чего? Одобрили Турцию? Завтра будет известно. А прислали список, кто еще едет? Нет, нет, это не тот список. Там нет списка никакого. Это конкурс был у меня от английской школы. Ну, как конкурс. Там надо было угадать фразы английские, короче, из Британии и из США. И написать, какие фразы откуда. Сленг типа. Эй, ватса, откуда? Вот, и нужно было угадать. И там прислали мне список людей, которые правильно ответили. Из них я каким-то образом выберу победителей, которые получат прикольные там всякие мишечки. Типа бесплатные уроки, все такое. Просто мне тоже это сидеть в комментариях, анализировать, кто правильно ответил, кто нет. Я, ладно, поэтому за это сделал мой менеджер. А я просто выберу. Выберу и все. С каких-то пор у тебя есть личный менеджер? Чего-то я не понял. Масик. У меня есть личный менеджер. Юрий, адвокат. Адвокат! Все, что надо, все, что по кайфу. У тебя даже есть личный оператор. И личный парень. Ты мой личный парень. Да хорэ уже вот эти вот ревнивые штучки. Я не ревнивая, мне вообще плевать. Хочешь, иди в клуб, иди куда хочешь. О, как ты завела. Делать, что хочешь. А что ревновать? Вот у меня такое отношение. Ну, если человеку с тобой плохо, но он уйдет. Ну, и пусть уходит. Зачем быть с человеком, которому с тобой плохо? Счастья все равно не будет в таких отношениях. Так, и рассказывай, что делаешь. А, ну я вещи складываю. Куда мне все это вешать? Куда мне все это вешать? Лена, ты только ходишь, своими ногтями скрепишь. А маме помогать когда уже будешь? Уже взрослая. Вон какие какашки наваливаешь. Все, сышь мимо пеленки. У меня уже все, я уже не могу, блин. Протирать постоянно. Она специально прям. Мы, короче, рассказываем интересные вещи. Ой, девочки. У нас есть такая специальная клееночка, которая стелется на стол. Чтобы удобней мышкой было возить, все такое. Стол не царапался. И, короче, у нас была такая старая. Она лежала на балконе. Я, в общем, ее порезала и положила ее под пеленку Вивьены, чтобы пол не вздувался, потому что она сын. Любит она, знаете, не и так, чтобы в разные места пеленку всю записывала. И кайф. Она любит в одно место кучу лужи налить, чтобы там просто уже весь пол проела кислотой. Ужас. Ну и вот. Я, короче, постелила эту клееночку. Думаю, ну кайф, не будет пол вздуваться, все такое. В итоге она постоянно писает рядом с пеленкой, все затекает под эту клеенку. Там еще больше это идет, как это, как в парнике каком-то. И я уже устала с того ругаться. Такая я злая мать. Сколько можно мне тебе уже объяснять, а? Вот так все. У нас тоже дома бывает срач. Вы уж не думайте, что постоянно все идеально. Но просто бывает, что времени не хватает. Вот так, например, днем я тоже все разбросала, пока собиралась. Скорее-скорее туда-сюда. Потом вечером приду, уберусь. Ну что поделать? Вот мой выпрямитель старинный. Он даже, знаете, нет такого. Обычно же, когда нагревается плойка, она на каком-то моменте останавливается, просто горит, ну типа все, я нагрелась. Мой никогда не горит так, что он нагрелся. Он всегда в состоянии нагревания. Он очень старый, она, плойка. Но мне нравится моя плойка, она выполняет свою работу. Ну, поэтому, что еще надо, да счастье. Раскладываю косметику, которую брала на съемку. Мало ли что. Лишь, это камера. Я думала, что это сова. Блин, так стрёмно. У нас, короче, получается, идет наше окно. И вот так вот здесь стенка. Как вам показать? Вот, не знаю, пойдете ли вы. Короче, вот наше окно, вот так идет. И получается, вот здесь еще одна стенка, и здесь окно соседей. И я постоянно вижу там кого-то случайно. А когда у нас открыты эти жалюзи, в это зеркало можно увидеть, что там кто-то, например, стоит на балконе или типа в окно курит. И я как-то помню, что здесь лежала одна, ну типа в кровати. Думаю, господи, а вдруг там человек видит, как я лежу в кровати. У меня сразу просто, я думаю, кошмар, дурдом. Поэтому, наверное, было бы прикольно жить за городом, вот из этих соображений. А, ну еще за городом, что, по кайфу, что нет соседа сраного, который сверлит. Сверлит. Сверлит? Да пофиг! Мозги там пассируются. Пока тут стоит. Ну так обычно все и захламляется. Скучно было тебе, да, ходить за мной? Очень. Представь, я дохожу постоянно и убираюсь. Знаешь, как скучно. Зая, снимай пленцы. Оп! А тут велосипедки. Ждем зиму, дорогие мои. Так сложно. Зеваешь, я вижу. Раззевался мне. Это мои домашние носочки. Я люблю такие, знаете, у меня есть реально специальные домашние носки. Просто покушать сходила, называется. Потому что на улице лужи и грязи. Мои любимые. В чем я завтра поеду? Через пару месяцев у нас со Славой будет 3 года, как мы вместе. Я когда об этом сказал Наде, она чуть не рехнулась. Она говорит, офигеть. Вот только ж недавно у вас любовь случилась. А вот. Вот так, мои хорошие. Я сама, наверное, до сих пор в шоке. Офигеть. Быстро время лететь. Почему? В смысле продлевается срок аренды? Я продлеваю. Мужа на час. Чем платить будете? Чем расплачиваться будете? Я знаю, с чем я тебе буду платить. Лаской. Заботой. Могу тебе вещи постирать. И так постираю. Так, и так. И так. Так, пойдет. Ладно, в принципе, уже нормально. Осталось только на кухне разобраться. И поменять самую пеленку. На чистую. А Вилена-то радуется как. Ура, какая радость. Опять все обослал. А мама хоть все убирает. Миллион чашек стаканов. Миллион чашек стаканов. Вот эта спинка ровная, моя сладкая. Осанка. Осанка, принцесса. Так, фотки, 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 фотки. А где они? Я их поставила сохранять, а они не сохранились, что я не понимаю. Короче, ребят, фотки у меня очень долго грузятся. Поэтому, наверное, я их буду сегодня ночью обрабатывать. И то не все, скорее всего. Потому что это время немного занимает. И... Сижу вот сейчас. Смонтировала то, что я снимала днем. До того, как мы пришли в ресторан. И сейчас засуну новую флешку и начну дальше монтировать. Не знаю, сколько по времени это займет, потому что уже пол первого. Вставать мне завтра рано. Завтра мне к зубному проспать нельзя. Вот так. Так что, наверное, на сегодня это все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Пойми, ребята. Я знаю, что они не такие интересные, как, например, предыдущая неделя влогов. Но мне так кажется. Ну, мне всегда так кажется. Но просто, блин, поймите правильно. Эта погода меня убивает. Я очень пытаюсь, но я не могу из себя выдавливать какую-то активность, когда я не могу быть активной из-за этой тупой погоды. И это не отмазки, это не отговорки. Просто на меня реально это очень влияет. Так что, вот такие пироги. Надеюсь, что вам все равно понравилось это видео. Было интересным, так как мы с вами достаточно близкие. В любом случае, спасибо большое за то, что смотрели это видео. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой инстаграм, потому что у меня была автосессия. Скоро выставлю новые фотки. Будет приятно, если вы поставите лайки, комменты, все такое. Ну, вы знаете. Так что, всем пока.